Благодарим Тебя, Христе Божий наше, как он насытился над земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Господи, помилуй, Господи, благослови. Не пройди нищие сиротов и одиноких, пошли им все потребно. Господи, посети покинутых, парализованных. Господи милостивый, поддержи их, не дай им отчаяться. Тебя слава за все, Отец Святой Духовен. Вот сегодня у нас 24 июня, я не знаю точно или нет, но послезавтра уже день будет прибавляться, а это убавляться. Все. Мы в пик лета 43 минуты сейчас, 8 часов 43 минуты. Мы за столом долго были сегодня, не знаю почему так. Вот 43 минуты назад позвонили им в звонок, это из Мамонто 2-го Д. Я такой-то он назвался, Шевченко, кажется, с кем я разговариваю, я ему сказал, начальник детства православного трудового лагеря, вот такое дело. Что, ну мы у вас были, вчера смотрели, начальнику уже доложили, и начальнику, я так понял его, то решили вас не беспокоить. Так, не беспокоить, но звонить иногда будем, то есть узнавать, все ли у вас в порядке. Видите, как Господь отвечает на молитве. И мы вчера начали молиться, чтобы Бог благословил. Поэтому молитесь всегда за правителей, за начальствующих. Вы знаете, как президента звать? Владимир Владимирович. Значит, молиться, чтобы Господь сохранил его, умудрил, чтобы мудрые знакомые издавал. Пример министр, вы знаете кто? Все знают? Да. Медмедев. Дмитрий Анатольевич. Анатольевич. Ну и губернатора, все знаете. Полиция нам и здесь, вот мы 45-й год нынче, ни разу не сделали плохо. Ни разу. Было такое, что у меня отношения хорошие с прокурором края были. Ну и тот говорит, я тоже помогу вам как-то в лагере. Представьте, генерал-лейтенант. К нему вообще там мужчина сидит, за второй год хожу, говорит, и никак не могу попасть на прям. А я мог два раза в день приходить, в любой день. А какая у вас должность? Христианин. И все двери открыты. Все двери, он очень строгий, памятливый такой. Ну вот, понятно, такой должность у человека. И мне однажды его там, не секретарь, а на приеме говорит, вы почаще приходите. Когда, говорит, вы приходите, мы, говорит, целый день как отдыхаем. Он, говорит, строгий такой, взыскивает, но он справедливый-то. Ну а в этот день мы о Боге поговорим и прочее. Вот такой человек. Точно так и здесь. Этих я знал. И он дал указание местному прокурору, Сухов был. Он сам мешки купил, видимо, прокуратура деньги отпустила. И мешки продуктов таскал у меня, сцепал. Прокурор. Ну, найдите такой лагерь где-то, чтобы прокурор приходил и тебе мешки носил и прочее. Это Бог делает. Я говорю, мы в ваших приездах не видим зла. Ни разу не было. Вот такое дело. Значит, полиция надо и благодарить Бога. А они нас сохраняют. Мы несколько раз звонили, чужие люди попадали. Вот один раз смотрим, человек стоит нерусский. Ну, видно, что кавказской, говорят, внешности. Ну, мы стали говорить, он по-русски чуть-чуть говорит. Где-то они их тут наняли. Станьте прямо. Сядьте. Сядьте. Говорю, Сань, ну-ка, отвернись. Не отмекай. Вот здесь на этом месте он был. Что-то у него неладное. Где-то они наемные были, в колхозе работали. Его там что-то с ним сделали, еще не поймем. Ну, что делать? Мы его накормили, в первую очередь. Второе. У нас был врач здесь. То есть врач его смотрела, действительно у него повреждения какие-то. Она лекарства дала. Мы в это время позвонили в полицию. Приехали оттуда, разобрались. Он один покинул. На документы у него все были. Видимо, наемно-рабочие, мигранты называют, приезжают. Видите как, было разное здесь. И ни разу не было, что приехала полиция, милиция и как-то бы, ну, сказали оборотни, говорят. У нас этого нет. И когда говорят, а, менты, я никогда не называю ментами, милиция или полиция. А, это мусор. Мусор у тебя в голове. Я слышал такое, будто бы в Швеции забастовали врачи. То ли мало платят или что-то. Что интересно, смертность уменьшилась в три раза без врачей. Если-то при врачах умирало три человека, а врачи забастовали только один умер. Ну, как хочешь, так и понимай. Полиция забастовала было, то в три раза больше преступления стало и без полиции. Полиции не стало, но и полезли друг к другу везде по окнам. Окна и двери перепутали. Значит, что? Надо заботиться о себе. Я вот в Америке много ездил. От океана до океана пришлось проехать там на машине. Я вижу, везде спортплощадки. В любой город заезжаешь, там играют, тут, я говорю, что они не работают. Работают, это, говорят, перекур, там, как называют, отдых. Почему? Очень дорого стоит вызывать. Врача вызвать, чтобы осмотрел, он тебе выпишет лекарство. Все, даст пять тысяч долларов. Дорогое удовольствие это. Пять тысяч, если дозволовался, если верить в это. И умножить на 70, 350 тысяч рублей. Будешь вызывать? Поэтому, говорят, они играют. Почему? А то спорт дает здоровье. У них там есть адвентисты седьмого дня, верующие такие. И они живут на 10 лет дольше других. У них старые, малые, пальцы не ломать не надо никогда. Они болеть потом будут. Хрустить, а что тебе это даст? А не отвыкнуть от этого. Уже привычка, ты так и будешь ломать их теперь. На 10 лет самые долгожители нации, которые там в горах, которые работают, все время там эти. И мы даже считаем про таких, которые живут долго, потому что не пьют, не курят. То есть, такие отношения. И живут с природой, в согласии. В Китае какая-то, я не знаю, Хунзу или как там называли, писали одно время. Небольшая нация такая. Живут. У них особый порядок. Пьют воду только родниковые. Вот это, которая с хлоркой, не пьют. И кто-то из немецких построил у него больницу для них. Уже, говорит, прошло 5 лет, только, говорит, 2 клиента было, 2 бабушки, которым по 115 лет. До 120 живут. В наше время. Ни одного больного нет. А почему? Ходят босиком. Здоровая пища. У человека организм так устроен. Мясо перерабатывает. Мясо ест собака, хищник. А траву ест, ну, травоядное животное, овечка. У человека желудок более приспособлен к травоядному. Более. Хотя желудок и все остальное больше похоже на свинью. Человеку самое близкое по устройству свинья. Я не понимаю, но я читал про это. Вот так. Поэтому сейчас, Володя, реши, кто куда пойдет. Вот, Надежда Васильевна, я как думаю, сюда. Ты, вот, так, видите, сюда двое. Соня, Маша. Вы у нее там будете. Вы вчера там спали. У Бабы Нади вы не переработаете. Так, Степа, ты куда пойдешь? С ребятами полоть на огород или к тебе у Бабы Нади? Ну? С ребятами полоть на огород. Молодец. Вот это выбор. Это выбор настоящего мужчины. Понятно. Тимоша, куда ты идешь? С ребятами сюда или с девчатами у Бабы Нади? А калачивать тебе будешь. Выбирай. На огород. Ну, куда идешь? Туда или сюда? На огород, ты сказал. Здесь? На огород. Молодец. Так, ты куда идешь? На огород. Они не пойдут без нее. Они не пойдут. Я попрошу, пожалуйста. Поехали. Переходи сюда. Баба Нади вас не обидит. Поиграйте, потом покачайтесь. Я там посмотрю сейчас, где еще надо крапиву. Так они полоть умеют. Пускай у нее там пополят. Вот и пополят. Значит, у тебя что остается здесь? И кого-то надо атаковать в Бабы Нади, то хоть одного серьезного ставить. Ну, здесь трое. И там у тебя. Смотри, что делаешь. Вот что творят. Еще Никита не хватает. В четыре этажа. Вот они себе пробрятались. Ну, ладно, тогда. Делайте как есть. Мы пойдемте в Бабы Нади отведу вас. Богу слава за все. Спасибо, Христос, поварам и накрывающим. Спасибо, Христос. Слава, Христос. Мы бы это правильно сделали, ребята.